У нас очередная встреча на тему сетевых протоколов в Linux, в которой мы потихоньку подбираемся к интерфейсному уровню. Мы помним с прошлого раза, что интерфейсный и физический уровень довольно часто сильно перемешаны там внутри себя, потому что очень много того, что происходит на физическом уровне напрямую зависит от того, что происходит на уровне интерфейсного уровня. Типичный пример это наша любимая сеть Ethernet, в которой интерфейсы должны договориться, на какой скорости они работают. Вот вам, пожалуйста, физика и интерфейс в одном флаконе. Тем не менее, на интерфейсном уровне решаются, как мы помним, две задачи. Ну, две по две, как обычно. Первая, как отличить данные от неданных, то есть мы что-то передаем или вообще не передаем. А во-вторых, если у нас среда передачи более чем из двух абонентов, так бывает чаще всего, то тогда нам придется решать, как их друг от друга отличать или наоборот не отличать. Может быть мы как раз все, что передаем, передаем широковещательно. Ну, в общем, эту задачу тоже нужно решать. Это задача номер один, нижний уровень, то, что называется low half. А bottom half это когда вопрос о том, как этой средой наши абоненты будут пользоваться. Ведь интерфейсный уровень, он еще называется уровень подключения, он про то, как втыкать провод в компьютер. То есть вот мы воткнули, и что, собственно, происходит с данными в этот момент, да, как их из провод вынуть и в компьютер положить, это и есть, собственно, интерфейсный уровень. Соответственно, компьютеры должны использовать эту среду передачи данных как-то по своему усмотрению. И в этом это тоже ставит перед нами некоторый ряд задач. Ну, во-первых, понятное дело, это про то, как друг другу не мешать случайно. Вот. Потому что мы можем перегрузить нашу среду передачи данных, мы можем попытаться выступить не в свою очередь. Вот. Ну и так дальше, и так дальше. Всякие переритеты можно определить между абонентами. Это все такое, ну, большой пучок задач, который можно по-разному решать или, например, отказываться решать. А второй уровень дисциплины использования – это ситуация, при которой, наоборот, мы можем испортить или получить доступ к данным намеренно. Вот. То есть подключиться к среде неавторизованным образом, и что-то там такое из этой среды как-то ее проэксплуатировать. Вот. То есть защита, авторизация и так дальше. Кстати сказать, авторизация нужна не только для того, чтобы запретить, но и для того, чтобы организовать некоторую очередность. В конце концов, мы можем всем все разрешать, но для того, чтобы построить нормальную топологию, логическую топологию сети, мы можем объединить наших абонентов в такие пучки, и они будут внутри каждого пучка общаться. Ну, неважно. Важно то, что эта задача тоже стоит. Собственно, дисциплина использования среды и дисциплина оформления, обмена безопасной надежности. Вот. Чего при переходе с аппаратного уровня на интерфейсный мы перестанем видеть. То есть мы помним вот эту, значит, картинку с голубем, с носителем, который держит фрейм, в котором лежит пакет или кусок пакета, в котором лежит пакет транспортного уровня, в котором лежит кусок приложения. Так вот, чего мы в результате того, что переходим на уровень выше, чем мы перестанем интересоваться. Мы как раз пронаблюдаем, правда, мы это не сможем пронаблюдать, потому что для этого нужен осциллограф, как у того товарища, на статью, которую мы смотрели на прошлой лекции, мы могли бы пронаблюдать данные, которые используются аппаратным уровнем, средой передачи данных, для инкапсуляции внутрь себя пакетов уровня интерфейсного, то бишь фреймов. Мы окончательно приняли решение, что у нас будет сеть с коммутацией пакетов, поэтому провод, который мы втыкаем, будут ходить эти самые фреймы. И для того, чтобы идентифицировать, идентифицировать, отличить данные от неданных, к ним, к фреймам, приписывается какая-то метаинформация, но эту метаинформацию уже на интерфейсном уровне, даже не видно. Ну, например, у нас есть некая среда, в которой постоянно что-то творится, и для того, чтобы отличить данные от неданных, мы каждый фрейм начинаем специальным шаблоном начала фрейма, возможно, каждый фрейм замершаем специальным шаблоном конец фрейма, и, возможно, между фреймами тоже что-то происходит, то есть какой-то паттерн, какой-то шаблон постоянно наличит в среде, чтобы просто отличить, как это, включенный сетевой интерфейс от выключенного. В разных аппаратных реализациях задача решается по-разному, реально по-разному. В том же Ethernet есть несколько, как мы в прошлый раз видели, вариантов решений. Но где-то на этой границе мы можем сказать, например, про совместность Ethernet. В случае Ethernet каждый фрейм начинается преамблой, который состоит из чередующихся битов единичкой и нолик и заканчивается двумя единичками. Вот сколько это получается? 28, ну короче 32 бита передается, из них первый 30 это пара 1,0,1,0, а последние 2 бита это единички. В народе это называется 55D5. Обратите внимание, что D5, у него, значит, вот эти 2 единички оказались почему-то в старших битах. То есть вот тут, если мы представляем собой преамбулу как последовательность битов, 2 единички в конце, а тут они почему-то в начале байта. Почему? Ну потому что в этих ваших сетях вообще вся передача данных устроена таким образом, что от младшего к старшему. Вот эти 2 единички на самом деле, это был старший бит вот этого байта. Ничего удивительного, что если последовательно передавать биты, то они последние, а если их потом в виде байта представлять, то они будут самые левые. Кстати, номера этих битов в байте тоже, в общем, 31 и 30. Ничего удивительного. Вот преамбулу. Кажется, никакого маркера конца на уровне Ethernet у нас нету. И кажется, если вспоминать про Ethernet, на уровне Ethernet нету избыточного кодирования. То есть мы не передаем там 10 битов вместо одного или там сколько полагается, 8, 6, забыл. Ну не ваш, 4. Короче говоря, мы не делаем, кажется, мы не делаем, ну я не готов сейчас точно врать, кажется, мы не делаем избыточного кодирования, потому что этим занимается аппаратный уровень ниже. Вот. Соврал. Значит, про Ethernet не скажу, но на других, более шумных средах, разумеется, на аппаратном уровне было избыточное кодирование. Я хотел сказать именно это, извините. Но, разумеется, на аппаратных уровнях было избыточное кодирование, а на интерфейсе мы его уже не видим. Нафига нам наблюдать 4 набора битов для кодирования одного, если этот один, наконец-то мы приняли безошибочно. Вот. Значит, поскольку мы окончательно приняли решение, что у нас будет сеть с разделением пакетов, то на уровне интерфейсном эта сеть с разделением пакетов будет выглядеть следующим образом. У нас будет внутрь нашего фрейма запихнута какая-то полезная информация более верхнего уровня, пока нам не интересно какого. И вокруг этой полезной информации более верхнего уровня нужно создать некоторый паспорт, то есть прикрепить туда некоторые мета-данные. В первую очередь данные, которые решают вот эти озвученные нами задачи. А именно, специфический для именно Ethernet преамбул, про которую мы говорили, что она вроде как аппаратная, а вроде как и нет. И вот, чтобы отличить начало фрейма. Идентификаторы абонентов, это так называемые MAC-адреса в Ethernet, контрольную сумму. Возможно, мы захотим заняться избыточным кодированием не только на программном аппаратном, но и на интерфейсном уровне, хотя мне такие примеры неизвестны. Не помню, чтобы на интерфейсном уровне к нам приезжали данные в избытке. Вот. И данные по защите, в смысле какую-то мета-информацию по защите. Авторизация, ключ шифрования, ну вот что-то такое. На самом деле, как мы попробуем успеть сегодня посмотреть, помимо собственного ключа шифрования, возможно, нам придется в мета-информацию, то есть в данные дополнительные к тому, что мы передаем, к тому payload, который у нас есть в пакете, добавлять поддержку вообще специфических протоколов шифрования, в том числе шифрования динамического, рекейнга и всего остального. То есть, возможно, при инкапсуляции уже на этот раз будет пакетов сетевого уровня внутрь фреймов, внутрь пакетов интерфейсного уровня, на интерфейсном уровне, помимо полезной нагрузки, будет довольно много всего. В случае Ethernet, кстати сказать, этого всего совсем не так много. Вот. Давайте сразу посмотрим вот сюда. Вот так выглядит Ethernet Frame с точки зрения Ethernet. Вот, как видите, его даже можно просмотреть. Мы с вами не все пакеты будем смотреть его структуру, но в случае Ethernet Frame тут, как видите, ничего сложного нет. Вначале идет адрес, не адрес. Слово адрес, пускай вас не смущает, это идентификатор соответствующего сетевого устройства в среде передачи данных Ethernet. Этот идентификатор называется MAC адрес. Вот. Сначала, значит, у него идентификатор получателя, потом идентификатор отправителя, потом 2 байта некоторой информации, о какой, собственно, протокол там внутри мы несем. Ну, вот, не всегда, кстати, тут может быть IP, это может быть какой-то протокол уровня интерфейсного. Вот. Дальше идут какой-то, какой-то, какая-то полезная нагрузка. Видите, тут размер фрейма при этом может быть любым, да. Вот. И в конце идет контрольная сумма просто ради того, чтобы узнать, что мы ничего, что аппаратный уровень справился с надежной передачей. Может и не справиться. Понимаете? Ну, взяли и в самый последний момент возникла ошибка ровно в этом месте. Ну, вот и приехал нам биды фрейм. Вот такая простая структура. Как видите, про защиту и про все остальное мы не думаем вообще. Вот. Что касается MAC-адреса, то он состоит из 8 октетов. В силу того, что даже порядок битов в байте, в случае работы с интернет-протоколами, где какой, чаще всего, вот, обратный, ну, как, а не обратный, но от младшего к старшему. Профессиональные, значит, вот, сетевики не называют байтами, а называют их октетами, то есть восьмибитниками. Так вот, значит, MAC-адрес состоит из шести, что ли, октетов. Давайте еще раз на него посмотрим. Из шести октетов, из которых первые три – это идентификатор вендора, а, значит, оставшиеся три – это идентификатор, собственно, модели устройства. Ну, вернее, уникальный идентификатор устройства. Понятное дело, что три байта на уникальный идентификатор устройства, в общем-то, маловато. Вот, по-хорошему, даже и шесть байтов маловато на идентификатор устройства, но предполагается, что вот этот самый вендор, который произвел это устройство, он как-то внутри себя разруливает, чтобы на рынок не попадали устройства с одинаковыми MAC-адресами. У больших вендоров вот таких вот старших трехбайтных комбинаций больше одной, просто потому, что они выпустили столько устройств, что их уникальный номер в три байта не влезает. Тут Маркизио спрашивает, кто занимается инкапсуляцией, то есть заворачиванием пакетов одного уровня в пакет другого уровня. Смотрите, для того, чтобы сформировать уже даже Ethernet Frame, нужно со стороны операционной системы проявить изрядное количество знаний. Операционная система должна, например, понимать, куда, какому абоненту из нашей средопередачи этот фрейм предназначается. Операционная система должна сама заранее знать, какого рода пейлот несет данный фрейм, и выставлять тип пейлота в поле Ethertype. Так что, скорее всего, правильный ответ и то, и другое. Понятное дело, что операционная система не занимается по битвам формированием всей этой фигни. Скорее всего, тут я небольшой спец, скорее всего, есть у разных сетевых устройств того или иного уровня интерфейса, программных интерфейсов, которые, можно сказать, будь добро, устройство, сформируй мне свой фрейм с такими-то данными, с таким-то пейлоудом. Чексум, скорее всего, оно само считает, кстати. Вот. И пошли. Вот. То есть, в принципе, я хотел показать, как послать Ethernet Frame прямо руками, сформировав его руками, и в этом смысле это делает операционная система строго. Вот. Но выяснилось, что для этого надо писать программу NOSI. У нас, к сожалению, не настолько много времени, чтобы иллюстрировать нашу лекцию программами NOSI. Вот программа NOSI, которая посылает произвольный фрейм в Ethernet интерфейс. Здесь вот адрес получателя, ну, не адрес, макадрес, да, идентификатор получателя забит нулями. Ну, вот. Явно указан сетевой интерфейс. Про интерфейс мы сейчас поговорим. Дальше формируется соответствующая структура данных в SIE и отсылается. Контроллер сетевой карты делает очень многое на самом деле. Мы про это сейчас поговорим. Про что мы не поговорим? Мы не поговорим про верхнюю часть того, что делает контроль сетевой карты. Все контроллеры сетевых карт современных умеют в DMA, например. То есть контроллер сетевой карты может самостоятельно передавать данные в некую область памяти, минуя процессор. То есть он имеет собственный доступ к шине данных и по этой шине данных может заливать в память довольно большие объемы. Ну, это просто потому, что у нас скорость обмена данных такая высокая, что на каждый пакет дергать процессор, это, конечно, было бы не позволить. У нас бы все сидело всегда в ядре, особенно на устройствах, которые осуществляют маршрутизацию. То есть контроллер сетевой карты довольно много знает про архитектуру EVM, с которой работает, и умеет ею пользоваться. Не говоря уж про то, что он, разумеется, осуществляет прерывания. У него свой собственный маленький контроллер прерывания, потому что ему надо работать с DMA и так далее. Вот. Об аппаратных функциях, которые имеют отношение непосредственно к протоколу Ethernet мы сейчас с вами поговорим. Вот. Собственно, мы как раз дошли, это вот Андрей задавал этот вопрос, как раз дошли на один из ответов на вопрос, а что делает контроллер сетевой карты. В Ethernet у нас общая среда передачи данных. Она может иметь топологию звезда, когда у нас, значит, все компьютеры воткнуты в специальный хаб. Она может иметь топологию общая шина, как это было в случае Ethernet по коаксиальному кабелю, когда все компьютеры подключены к одному большому кабелю, такому специальному, вот, а в нем высокочастотная вала стоит, стоячая, а дальше они ее модулируют. Вот. Значит, топология в данном случае особо, не имеет особого значения, она имеет значение исключительно для тех людей, которые прокладывают этот кабель. Вот. И суммарную длину считают. Но, да, и поэтому мы можем считать, что на уровне Ethernet, да, вот, на аппаратном уровне топологии имеет значение, на уровне Ethernet это значение уже почти не имеет, ну, за исключением вот этих пределов по длине. Вот. И все наши абоненты подключены к общей шине, к общей среде. Это значит, что, во-первых, за некоторых нужд, за некоторых нужд нужно изобрести такую штуку, как широковещательный адрес, когда фрейм, посылаемый в среду передачи данных, предназначен для всех сетевых устройств одновременно. И, во-вторых, выяснение того, соответствующий фрейм предназначается нашему интерфейсу или не нашему, происходит на аппаратном уровне путем тупо сравнения с MAC-адресом. Соответственно, в случае, если устройство получит соответствующий фрейм и отправит его выше операционной системы на обработку, в трех случаях, первый случай, когда аппаратно определилось соответствие адреса получателя с MAC-адресом нашего интерфейса, Второе, когда в графе адрес получателя стоит широковещательный адрес, в случае Ethernet это просто все единички. Шесть трассов. Третье, когда вы насильно, путем некоторых манипуляций, ввергли вашу сетевую карту в так называемый неразборчивый режим, при котором она считает любой фрейм, который в нее попадает, своим и передает все это на уровне операционной системы. Операционная система разбирается сама. Так называемый променьшивус мод. Слово променьшивус имеет отношение к слову промискуитет, то есть беспорядочные половые связи. И речь идет как раз о том, что сетевая карточка уступает любым просьбам, не против никакого доступа к себе. Так вот, значит, в нормальном случае этот режим выключен, и происходит аппаратная фильтрация MAC-адресов, про которые сетевая карта считает, что они относятся к интерфейсу, и про которых она считает, что не относятся. Вот. Вот такой вот простой механизм был бы, если бы ни одна, ни задача. Вот у нас есть множество абонентов среды передачи данных Ethernet. Как вообще обеспечить ситуацию, чтобы эти пакеты, которые передают наши интерфейсы, не перемешивались друг с другом, не происходило между ними количество. Вот. Ну, потому что устройства независимые. Каждому из них в любой момент времени может захотеться передать, начать передавать пакет. И чем больше устройств и чем выше загрузка по передаче данных на данном Ethernet, на данной среде передачи данных, тем больше шансов, что это произойдет одновременно. Почему это может произойти одновременно? Ну, потому что время передачи пакета не нулевое существенно. И, соответственно, вероятность попасть именно в это время, с учетом того, что кругом все тоже передают, довольно высокая. Вот. Поэтому в этих случаях происходит много разных алгоритмов. Есть среда передачи данных, так называемый Token Ring, в котором средой пользуются все устройства по очереди, все абоненты по очереди. Абонент к абоненту проезжает паровоз с вагонами, он, значит, по кругу этот паровоз ездит, паровоз с пакетами, он, значит, в этом паровозе смотрит, нет ли пакетов ему, цепляет свои вагончики для передачи, и отсылает этот паровоз дальше. Паровоз приезжает к следующему и так далее. Или передается специальный синхросингал, сигнал, в котором кодируется чья очередь. Или, 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 в случае Ethernet все очень просто. Ethernet на уровне аппаратном может определять, что в данный момент какая-то сетевая карта передает данные. В момент, когда какая-то сетевая карта передает данные, передача данных другими сетевыми картами запрещена. Вот. Это называется определение идущей передачи. Вот. Я забыл, как это расшифровывается, можно сходить в Википедию, зря я не повесил тут гиперлинг, но я думаю, что кому надо, кому надо, поймет. То есть, прежде чем мы захотим передавать пакет, мы спросим у сетевой карты, а что там, может, кто-то еще передает. Вот вам еще одна связь между аппаратным и интерфейсным уровнем. Определение идущей передачи. Это часть протокола Ethernet, то есть интерфейсного. Мы так устраиваем дисциплину работы с нашей средой. Вот. Но спрашивать, разумеется, надо у железки. И железка должна это уметь. Вот. Кстати сказать, в качестве бонуса мы получаем ситуацию, когда сетевая карта автоматически определяет, что сеть вообще не роботоспособна. Рад, что она умеет определять даже такие тонкие штуки. Передается по сети в данный момент что-то или нет. Уж если там несущие, она может определить легко. Мы это все, кстати, увидим сейчас. Вот. Как ни трудно догадаться, в ситуации, послушал сеть, выяснил, что она свободна, и давай передавать туда фрейм, есть совершенно естественный, то что называется рейс, ситуация гонок. Мы послушали сеть, решили, что она свободна, начали передавать туда фрейм, и параллельно с нами, одновременно с нами, тем же самым занимался соседний компьютер. Когда мы с ним слушали сеть, она была свободна. Когда мы начали передавать туда фрейм, произошла коллизия, потому что мы оба решили это делать примерно одновременно. По той же самой причине, понятное дело, что промежуток времени между принятием решения и началом передачи существенно меньше, но он не нулевой, раз он не нулевой, бывают коллизии. И вот эти коллизии, ситуации, когда несколько устройств захотели передавать одновременно в сеть, на аппаратном уровне тоже должны ловиться, и на уровне Ethernet тоже должны репортиться. Это еще одно свойство алгоритма, что если поочечание мы захотели передавать в сеть одновременно, ну потому что так распорядилась, а мы до ожидания, то и этот факт, обе сетевые карты отлавливают на уровне аппаратном, на уровне интерфейсном, они понимают, что посылка пакета не удалась, а дальше они ждут случайное время, случайное, и снова пробуют переслать свои фреймы. Вот это случайное время, есть даже небольшой датчик случайных чисел на каждой сетевой карты, который зависит от объема к адресу собственного, и от каких-то внутренних часов, в общем, пятен на Луне. Гарантирует нам, что вероятность повторной коллизии между конкретно этими двумя устройствами довольно низкая, а уж третьей коллизии, считай, невероятной. Другое дело, что если у нас таких устройств в сети много, и все они активно спамят, активно пытаются наливать что-то в общую среду передачи данных, то вероятность коллизии повторной между двумя произвольно взятыми устройствами из этой сети довольно высокая, ну как высокая, все время повышается, и для этого в алгоритме есть увеличение задержки в два раза, потом в четыре раза, ну то есть подождать, пока все проплюются и снова попробовать. Вот. Два важных следствия из такого логаритма. Первое следствие состоит в том, что мы в результате не знаем, с какой скоростью, с какой задержкой отправится пакет. сеть загружена, он может ждать один, а может быть два, иногда даже три таких тайм-аута. Сеть свободна, он может уйти сразу. Уже на уровне интерфейсном мы получаем отсутствие гарантированного времени доставки. У нас нету четкого времени, за который пакет дойдет до абонента. У нас есть время, за которое мы решим, что сеть полностью перегружена и пакет до абонента не дойдет, оно есть. Его можно считать нижним нижним пределом, нижней границей. Но гарантированного времени доставки по сравнению со скоростью, это понятное дело нет. А второе стоит в следующем, что если наша сеть забита, устроена таким простым образом, наша Ethernet устроена таким простым образом, забит пакетами примерно на одну треть, это уже практически неработающий Ethernet. Скорость передачи в нем падает в разы. Ну, потому что вероятность того, что у тебя там, если у тебя, грубо говоря, из двух моментов времени, из трех моментов времени в течение одного происходит передача, вероятность того, что произойдет коллизия, довольно высока. Даже высока вероятность того, что произойдет повторный коллизий и так далее. То есть, когда-то очень давно, значит, когда-то очень давно даже там на треть на четверть загруженный ethernet сегмент считался очень сильно загруженным и нужно было как-то его разводить вот то есть загрузить на сто процентов чтобы сто процентов времени происходило передачи мы не можем вот значит как из этой ситуации спасаются во первых как правильно тут подсказывает андрей можно вместо полу дуплексной ситуации что только один передает использовать полный дуплексную ситуацию когда одновременно происходит и приемы передача и кодирование на аппаратном уровне там внизу и алгоритмы которые все это определяют они чуть более хитрый да то есть именно потому что можно делать одновременно приема передачу как бы все равно в это время передает только один абонент да вот и второе если у нашей топологии если наша топология как в современных вот почему вымерла общая шина почему коаксиальный кабель больше не используется в изернете используется витая пара потому что сейчас покажу почему потому что если наш топология звезда как в случае витой пар то вот допустим у нас есть несколько компьютеров которые среди объединенных сеть вот хотя бы три и между ними есть соответственно какой-то 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 компьютер хочет передать данные на вот этот компьютер с точки зрения машетизатор выглядит вот так да нет давайте 4 еще сделаем вот как ни странно вот этот компьютер может в то же самое время хотеть передавать данные вот этому компьютеру и никаких коллизий не будет происходить по причине того что вот это устройство она более умные это не просто тупой ретранслятор который назывался вы называете таких темных хабб а так называемый свитч что делает свитч свитч смотрят какие mac адреса у этих интерфейсов и составляет внутри себя таблицу этих адресов вот давайте поменяем здесь значит чтобы было понятно тут будет 50 какой-нибудь тут будет 51 какой-нибудь а тут будет 57 как вот составляет в себе таблицу mac адресов и пакеты которые идут отсюда вот сюда на на абоненту 50 он в другие дырки не рассылает то есть вот этот абонент вообще не видит трафика исходящего от вернее предназначенного не ему почему потому что свитч знает что вот за этим соском за 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 этим подключением у нас кроется абонент с мак адресом 57 ему вообще не нужно видеть фреймов которые предназначены абоненту 50 вот то есть на каждом таком интерфейсе есть таблица mac адресов абонент в которой за этим интерфейсом находятся и свитч он потому и свитч что он как бы переключает и это не относится к пакетам широковещательным широковещательный пакет разумеется разумеется пересылаются всем вот такой пакет пойдет и сюда и сюда и сюда и сюда он он как бы на все вот если я фрейм если я отослал фрейм широковещательный он попадет ко всем вот таким образом удается достаточно сильно повысить за счет мозга вот здесь сильно повысить рабоспособность изернет сети но тем не менее стопроцентно загружена она не бывает никогда вот ну то есть мы можем считать сеть стопроцентно загружены если вот этот абонент постоянно поливает вот этот а вот это понятно об постоянно поливает вот этот как бы плевают отлично вот но даже эта ситуация хочу заметить скобках прежде чем продолжить даже эта ситуация на самом деле не всегда достижима потому что мы не знаем сколько реально аппаратных каналов вот у этого устройства способна держать полную нагрузку один тогда даже ситуация недостижима 2 ok два таких абонента могут поливать друг друга а еще два нет уже не могут там начинаются какие-то задержки потери пакетов и тогда в общем вопрос темный вопрос логики работы вот этого устройства называемого в случае топологии звезда называемого коммутатором то бишь этим самым свечом вот давайте так и сохраним на следующей лекции мы будем делать из линукса вот такие свечи вот 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 и это мы будем будем делать на следующей лекции вот значит это что касаемо возможностей оптимизации этого алгоритма теперь давайте все допустим виртулбокс потому что давно пора вот я немножко модифицировал так этому удаляем я немножко модифицировал образ в не сегодняшнем домашнем задании будет новый образ я в него добавил я в него добавил я в нем выключила пиво 6 чтобы он нам не мешал извините у нас не хватит времени на договор про него я попробую инициировать процесс чтобы в этих лекциях появился настоящий полноценная пиво 6 пока что я не готов к нему говорить вот я добавил туда сдался добавил туда маны теперь там есть внутренние маны вот ну вот образ модифицировать чуть-чуть про то как это происходит внутри линукса вот потом чуть-чуть про виртулбокс а потом всякие всякие подробности вот значит у нас загружается наша операционная система в которой в которой присутствует какое-то количество сетевых интерфейсов набор сетевых интерфейсов которые доступны наши операционной системы можно узнать с помощью команды айпи линк айпи это вообще развесит и такая штука из пакета и берут 2 вот с помощью которой управляется буквально все ну и в частности интерфейсный уровень обратите внимание на то что у нас пять сетевых интерфейсов наши виртуал очки потому что помимо трех четырех интерфейсов ethernet нах есть еще ethernet нах которые прям совсем ethernet на и эмулируется как ethernet есть еще так называемый лукбек лукбек это устройство которое подсоединен к наш котов который мы можем что угодно писать она немедленно это что угодно нам же даст прочитать это такой сетевой интерфейс который сам к себе такая дырка обе к оба конца которых на вашей стороне вы пишете сюда но вылетает отсюда вот уже из этой команды видно что мы можем попробовать как-то управлять или как минимум узнавать параметры параметры наших сетевых интерфейсов в частности у интерфейсов которые смотрят прямо в ethernet есть mac адреса у всех вот они когда мы сделаем клон это будут другие mac адреса кстати вот у интерфейсов которые смотрят прямо в ethernet ограничен объем передаваемых данных тем самым той самой теми самыми полутора тысячами байтов которые мы тут видели вот здесь вот в объеме пылу да это ровно она вот это вот они эти 1500 байтов вот ну и дальше есть всякие интересные аппаратные подробности относительно того как происходит буферизация при аппаратной отправки потому что устройство умеют еще накапливать пакета потом их потихонечку скармливать ну и так дальше давайте сравним с устройством лупбек устройство лупбек поскольку она смотрит само в себя не нуждается в нарезании фреймов на кусочки у него как видите максимальный фрейм аж 65 тысяч пятьсот тридцать шесть актетов то есть полностью эти самые сколько с опять два байта да вот эти два байта размера размер пайлоуда они два байта размер пайлоуда они полностью могут быть задействованы потому что нам нет нужны ограничивать ограничивать размер фрейма и зарядными размерами кстати сказать в современных устройствах в более крутых протоколах ethernet есть понятие джамбо фрейм вот в которой можно тоже напихать довольно много и тогда вот это mtu тоже будет довольно здоровая вот джамбо фрейм и как раз они нужны ровно для того чтобы ну вы же понимаете что на каждый фрейм мы передаем какое-то количество пайлоуда можно нехило сэкономить если фрейм увеличить не знаю там джамбо они каковка в сколько раз размером безразмерные бывают или очень большие вот 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 такие короче говоря если у нас вместо полутора килобайт будет 65 65 килобайт да за счет вот насколько в 24 раза мы уменьшим количество того депутатой дополнительной информации которую мы будем передавать соответственно на четверть увеличим объем пилота который мы сможем за это время передать вот но классический классический ethernet повторюсь 1500 байт мы можем запихать туда вот брыды вот это вот наш broadcast адрес в том виде в котором он вот этот в том виде в котором он принят в нашем эзернете что-то меня подсказывает что наверное есть какие-то мелкие извращения когда мы здесь можем наводить какую-то битовую маску и не все будут его принимать но я как бы так глубоко не лезут хотя наверняка это можно сделать для управления сетевым устройств сетевым интерфейсом с его связки с аппаратным служит инструмент это что который я пытался запускать на прошлой лекции но там я сделал не доделал одну вещь вот у нас теперь смотрите вот давайте рассмотрим что у нас с интерфейсом этажной на аппаратном уровне он поддерживает два разных аппаратных протокол аппаратных обратной среды это витая пар т.п. и универсальный трансивер ауи который может быть при может преобразовывать ethernet в что угодно там витую пару в толстый как сел в тонкий как сел в толстый медь в общем куда угодно вот сейчас он думал думал и сказал что среда передачи данных которым подключен он скорее всего не подключен вообще никуда вот она они подключен но в этой среде нет ни одного интерфейса с которым было имело смысл договариваться скорость поэтому среда 10 мегабитная и полудуплексный да именно с этого с этого начинается попытка настройка сети вот и поскольку у оба интерфейса сейчас недоступны по умолчанию он смотрит в именно в него интерфейс а оба обе среды передачи данных по умолчанию смотрят вот самый трансивер ауи потому что не знаю почему если мы сейчас попытаемся как-то настроить сеть произойдет инициализация этого самого интерфейса и произойдет вот на уровне между аппаратным и программным попытка перенастроить его сообразно той среде передачи данных которые в данный момент активные работы давайте я попробую сказать что нибудь айпи линк это h0 об и посмотреть что получится ну церковь черт дев да что же такое сет аппеллинг сет вот да простите значит айпи линк что сделать с каким интерфейсом как команда должна быть в начале вот айпи линк с этаж 0 и посмотрим что при этом изменится с точки зрения эзертула ничего не изменилось мы сказали ну давай давай но они это изменилось обратите внимание что наш интерфейс внезапно по посмотрел туда посмотрел сюда и сказал что что он видит витую пару активно и если мы что-то будем делать то по витой паре он и будет общаться до что интерфейс ауи не активен а интерфейс твист это активен вот ну окей можно попробовать сейчас запустить волшебную волшебную командочку который сразу все настроить и увидеть как все произойдет дальше давайте посмотрю в план надо ли ёпи линк ну давайте давайте значит волшебная команда которая автоматически настраивает интерфейс на самом деле довольно сложный протокол о котором мы будем говорить сильно позже вот в числе прочего нашла два интерфейса подключенных к сети сейчас я покажу почему так вот это я забыл удалить но ладно мы с вами сделаем вот давайте скажем айпи а вот она получила адрес автоматически оттуда откуда-то от сервера ну и давайте это что он посмотрим это что вот давайте сравним этот это что с выдачей для интерфейс который у нас нулевой с первым а вот первый интерфейс гораздо более крутой он гигабитный он попала дуплексный он поддерживает только витую пару зато он поддерживает сразу несколько разных различных режимов работы 10 мегабит 100 мегабит гигабит и в обоих случаях полу дуплексный полно дуплексный и в зависимости от того какое он устройство видит с той стороны работает так или так вот а вот в чем разница но дело в том что у нас есть три сетевых контроллера который виртуальных разумеется который имитирует intel гигабит вот и где-то здесь должен быть один интернет контроллер который вот он который имитирует карточку амд 79 970 ну короче так самый писи нет 32 вот это вот карточка древняя именно она 10 мегабит на и вот вот она и именно она значит полу дуплексная и ничего больше не умеет а это карточка более современные она как может быть в том числе и гигабитный и полно дуплексный вот такая вот картина вот кстати два других интерфейс у нас к сети не присоединены видите два других интерфейсов пока что к сети не подключены подключен только этаж 0 этаж 1 и тут не произошла еще нигде шейшин эти карточки еще не смогли договориться с неподключенной сетью с какой скоростью она работает теперь давайте посмотрим а как так получилось что как так получилось что наша виртуальная машина к двум сетям подключена а в двум сетям не подключена вот здесь в разделе сеть у нас есть четыре сетевых адаптера я вчера когда готовился к лекции переключил этот сетевой адаптер в другой режим работы по умолчанию всех было вот так теперь здесь мы вместо это я настройки виртулбокса говорю это то что виртулбокс сейчас эмулирует мы говорим внутренняя сеть и в эту внутреннюю сеть пишем какое хотим слово любови от самого факта появления здесь какого-то слова виртулбокс заводят так называемую внутреннюю виртуальную сеть которая существование которой заключается в том чтобы если ваши две машины вот таким способом как здесь подключены к одной и той же внутренней виртуальной сети то они будут друг друга и только друг друга сквозь нее видеть вот в мы сейчас с вами убедимся давайте для начала выключим это безобразие склонируем напоминаю что при клонировании две вещи обязательны связанное клонирование и новый mac адреса если вы здесь не поставите новый mac адреса у вас будут две машины с одинаковым адресами сами себе злобный буратины работать не будет склонировали запускаем обе машины вот и даже пока они работают даже пока они работают мы можем перенастроить их сеть я специальную ее сначала вырубил сейчас буду врубать смотрите вот мы взяли нашу машину которая базовая что мы не можем сделать когда машина работает мы не можем сам адаптер выключить то есть вы вынуть карту из машины мы не можем а вот факт перетыкания проводов отлично ему имитируется вот так мы говорим внутренняя сеть подключить назовем ее int нет например подробность вот здесь обязательно должна стоять галочка неразборчивый режим разрешить все вот если это сделать не так эмулятор сети в виртуал боксе начнут фильтровать короче он начнет работать как тот самый свинч фильтруя те фреймы которые не предназначены данному компьютеру нам этого не дать дан здесь все доставить разрешить все раз и компьютер подключился к сети вот давайте проверим как это происходит вот у нас есть допустим клон клон где клон вот клон который к сети не подключен это что это 1 вот видите unknown unknown теперь давайте моего подключим к сети подключим адаптер 2 внутренняя сеть int нет подключили к сети проверяем клон тогда гигабит теперь значит у нас есть две машины у интерфейс этаж один которых подключен к одной и той же виртуальной сети в чем мы сейчас и убедимся значит поскольку стек сетевых протоколов с точки зрения операционной системы идет дальше нет особых возможностей сейчас нам послать тупо роу фрейм вот вот программу на си писать надо еще меньше возможности с той стороны этот роу фрейм тупо поймать ну то есть если там там конечно можно поймать поэтому мы сначала сделаем что мы руками настроим айпи то есть протокол уже уровня интернет сетевого да мы настроим сетевой протокол просто бы чтоб играть по пинга им чтобы просто убедиться как это мы всегда делаем в нормальной жизни что значит с компьютера друг друга видят это у нас кто это у нас сам вот у нас есть этаж 1 айпи линкс сет этаж 1 об айпи адрес от этаж 1 можно тут деф надо было сказать не помню 10 10 10 10 но хорошо один слэш 24 до деф надо сказать вот добавим адрес опи адрес управляем адресами управляем протоколом уровня 3 добавим адрес к устройству это h1 адрес 10 10 10 124 это сетевая маска про это мы будем говорить следующий раз пока что вот если кто-то помнит что это такое тому честь и хвала давайте посмотрим короче опять достаточно слово адрес можно было написать вот в знак того что мы настроили сеть у нас тут появилась появилась сведения о том что сеть настроена вот пожалуйста айпи вы 4 этот интерфейс имеет адрес 10 10 10 1 теперь давайте сделаем на другом компьютере то же самое айпи адрес ну а адрес айпи адрес от дев и этаж 1 и здесь надо задать другой айпи адрес чтобы они отличались 10 10 10 ну допустим 20 24 вот сеть не по сам интерфейс еще не поднят он деактивирован поэтому надо поднять айпи от да нет айпи линк линк можно было просто дай пил сокращать с этаж 1 об вот теперь он об ведь разницу он был нет а теперь он об вот и я вангу что сейчас у нас будет с одной машины на другой пинге ходить давайте по пингом пинг 10 10 10 11 3 вот он давайте посмотрим что происходит на 10 10 10 1 в это время здесь мы воспользуемся еще одним инструментом который называется tcp dump если инструмент айпи это инструмент настройки практически всего в сетевого системе то тиспи дамп это инструмент анализа практически всего сетевого системе и спидом дамп 2 писем тисепи тисепи дамп минус и этаж 1 что-то он ничего не показывает а кого что пингуешь тогда а я это он сам себя пинговал вот значит смотрите я подумаю в домашнем задании насколько неудобно что здесь имя хоста во всех случаях одинаковое видите может быть нам придется как-то с этим справляться ну ладно значит надо смотреть вот сюда наверх то есть надо было пинг 2 ну ка во здесь у нас адрес 2 и вот сейчас здесь там будет работать еще как значит добрый тиспи дамп не просто показывает какие пакеты ходят сейчас по сети а еще их сам декодирует рассказывают что это такое что нам эхо и плаях реквест вот это все давайте поскольку мы с вами интересуемся аппаратным уровнем посмотрим как это выглядит на аппаратном уровне по моему вот вот так выглядит о давайте здесь пинг закончил а сами глянем что это за дамп такой значит этот спидом с параметром минус xx то бишь я сказал минус xx то бишь дампать ethernet frame видим ли мы ethernet frame 800 27 22 f это что такое 8404 это должен быть адрес получателя не адрес а идентификатор да вот же он смотрите ну вот например здесь да вот 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 строчку посмотрим да сейчас 80 00 27 2 f 8404 это адрес отправителя это мы отвечаем мы вот этот интерфейс этаж 1 80 00 27 02 е 4 4 е это адрес получателя которому мы отвечаем я вангую что это соседний сервер да вот он е 4 4 е это вот прям мы фрейм смотрим дальше адрес адрес получателя от правителя тип протокола интернет пилот 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 а это 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 пилот видите 10 11 12 13 14 16 байки подряд идут ну пускай вот такая вот картина нас нас значит нас приветствует с той стороны мне кстати интересно где же контрольную сумму похоже что теперь дамп ее обрезал нам похоже что обрез вот то есть мы фактически заглянули в фрейм таким образом с той стороны что можно попробовать рассказать про протоколы интерфейсного уровня коих на самом деле очень много почти никогда напрямую из операционной системы с протоколами интерфейсного уровня вы не работаете наиболее частая ситуация когда вам что-то уровня 2 необходимо из операционной системы из линукса потыкать это туннели какой-нибудь левил 2 туннелинг протокол он ровно так и устроен сейчас покажу вот который устроен таким образом что мы берем какой-то носитель данных и через него гоняем фреймы то бишь уровень 2 поскольку мы инкапсулируем в непонятно что ethernet фреймы мы эти ethernet фреймы замернуты в непонятно что можем переносить на другой конец чем угодно голубями а dsl м а т м м фрим релеем чем хотите потом на той стороне мы вот эти самые фреймы туннелирующего протокола разворачиваем и вынимаем оттуда наш ethernet фрейм горим ой а у нас здесь ethernet так устроены очень многие в плен и так устроены очень многие подключения к интернет от провайдеров короче говоря не важно какими способами до вас доставляются данные если внутри этих данных завернут обычный ethernet фрейм с помощью 2tp его оттуда можно достать и как бы всем хорошо вот и тем не менее как вы понимаете с точки зрения операционной системы чаще всего встречается ситуация когда мы работаем на границе между протоколом сетевым протоколом интерфейс нам вот и один из примеров такого рода протоколов протокола rp который расшифроваться как адрес resolution протокол то есть протокол преобразование адресов из одного уровня в другой тут написано что он преобразует mac адрес в ip адрес но это не так андрей спрашивает неизбежен ли рост задержек при турнире при туннелировании при туннелировании на низком уровне задержки не растут растет ну скажем так они растут только за счет скорости работы детали туннелирующих и детонулирующих алгоритмов если у вас очень 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 медленный очень очень медной мыльницы через который вы запустили туннель она может тупо медленно разворачивать и заворачивать пакет задержки при этом вот только от этого могут происходить вот гораздо больше и интереснее разговор в случае про задержки в случае туннелирования через транспортную уровень но об этом мы говорим будем говорить когда мы говорить про транспортную rp адрес resolution протокол в действительности rp может превращать во что угодно что угодно во что угодно вот но как правильно тут написано в википедии основное его назначение это ситуация когда у нас известен айпи адрес получателя но неизвестен его мак адрес это что значит это значит что мы по каким-то причинам знаем где тут пинг по каким-то причинам знаем что у нас пинг что у нас наш абонент с той стороны имеет адрес 10 10 10 2 и по каким-то причинам сейчас нам неизвестно мы точно знаем что он находится за интерфейсом это h1 вот на единой с нами среде подключения передачи на окей это значит что мы можем смело смело заворачивать наш айпи пакет в фрейм и этот фрейм посылать кому на какой мак адрес мы должны послать фрейм предназначенный абоненту 10 10 10 2 откуда нам то знать у нас в сети много абонентов все друг друга видят все как-то работают пойди разбери значит пойди разбери кому возникает неожиданная внутренняя зависимость между уровнями айпи адрес мы знаем а мак адрес мы еще не знаем и возникает нужда сделать следующее послать в всю среду передачи данных запрос и тут есть кто нибудь с айпи адресом 10 10 10 2 скажите вам а у вас какой мы вам сейчас фрейм пошлем вот эта штука регулируется отдельным протоколом который рп который можно проверить с помощью айпи набор и как видите у нас сейчас в таблице соседей есть соответствие между айпи адресом 10 0 10 10 10 2 и мак адресом 8404 который на той машине давайте мы его удалим вот и попробуем установить какое бы то ни было подключение с удаленной машиной а на той удаленной машине попробуем быть теперь дампить и проверить а что собственно произойдет когда наш цепи айпи стек захочет вообще как-то связаться с удаленной машины давайте теперь дамп вот тут не происходит ничего потому что у нас ничего никакой активности а это у нас удаленная машина это ну не знаю ну 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 пинг плохо а ну можно пинг минус c1 конечно попробовать это длинно сейчас дайте я подумаю ведь попробуем подключиться к какому-нибудь сетевому порту ссаха сказать нет тоже нельзя он работает господи портит слишком сложно да 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 чем такое сделать ну видимо пинг сейчас посмотрим получится или нет пинг минус c1 10 10 10 2 о пинг прошел что мы вправе ожидать что сейчас нашей сети пробежал два пакета один айсин пире квест нашему удаленной машине а другая 7 переплай что мы видим в результате ничего подобного пакетов пробежала намного больше ухты а каких давайте смотреть первым делом наш машина то который 10 10 10 1 говорит так чуваки тут сети есть 10 10 10 2 у него мак адрес какой вот и отсылает такой арп обратите внимание арп запрос по специальному протоколу преобразования адресов отсылает арп фрейм в этом фрейме первый адрес то есть адрес получателя широковещательный понятно и чуваки второй адрес адрес отправителя адрес отправителя вот он дальше какая-то кодировка какая-то как какие-то какие-то значит а дальше извините поле этого типа протокола помните у нас айпи протокол был 0800 вот а это значит арп будет я тут арп посылаю в этом эзернет фрейме дальше какой-то пайлот эзернет фрейма в котором собственно написано а это дорогие мои арп запрос со словами ответьте вот такому вот ответьте вот этому какой айпи адрес сейчас скажу в 10 10 10 1 это отправитель 10 10 10 2 это получатель это фрейм в котором написано где-то вот это вот какой-то тип арп запрос дорогие мои расскажите пожалуйста кто из вас тут 10 10 10 2 мне нужен маш маш ваш мак адрес ну чё 10 10 10 2 отвечает все что сверху в экран стрима влезла андрей что значит не все вот начало посмотрите внимательно и поправьте меня если это не так сейчас я посмотрю ну по моему все должно было влезть вот да спасибо андрей вы проверили так вот значит черт у нас еще вай фай так вот 10 10 10 2 отвечает ну я при этом ему вообще-то ничего отвечать не надо поскольку в мак адресе отправителя есть его мак адрес вот он вот но на всякий случай он тем не менее это делает отправитель получателю отсылает арп ответ какой-то о том что у этого отправителя с адресом 10 10 10 2 его мак адрес 80 0 027 20 4 4 вот получите распишитесь дорогой 10 10 10 1 такой вот пылот в этом фрейме говорит удаленные машины ну тогда я счастье бейся и 7 пи запрос уже на уровне тси пи зашлю и засылает айпи пакет сэнти с на 7 пи запроса говорит сейчас я тебе вот пошлю а 7 пи ответ говорит говорит это самая машина 10 2 а потом в какой-то момент думает сушки а кому-то посылать то есть вот кстати почему они здесь не подряд я не знаю но видимо так работает и стек на самом-то деле она в этот момент думает кому посылать так посылать кому и он смотрит а кто это такой 10 10 10 1 расскажите мне 10 10 10 2 и посылает арбой запрос а 10 10 10 1 пускать слайд этот вот четыре пакета 6 пакетов которые в действительности все в этом сеансе пробежали потому что вот и если мы теперь скажем айпи нейбур или ты просто н мы видим что в таблице в таблице соседей есть временная запись которая в конце концов ведь стал стейл она в конце концов просрочится и удалится временная записи в соответствии вот такой опишник вот такому маку вот если допустим мы скажем пинг 10 10 10 1 то эта запись будет почти что свежая делай вот через некоторое время она скажет речь был а еще через некоторое время она скажет бы она будет стоял давно не связывались бог бы его разберет а у меня здесь был запланирован разговор про утилиту арпинг которая позволяет запускать посылать только рп запросы но очень хорошо вот на этом на этом цепи дампе увидели увидели как это происходит поэтому давайте по оставшиеся 10 минут мы потратим на попытку быстрого разговора про вайфай потому что он тоже бывает нужен вот это мне кажется будет показать на чем разбираться с арпинга чем отличается вайфай от эзернета надо сказать что фреймы там не так что фреймы которые привязают вам они в общем такие же в одну или почти такие же это конечно же гораздо более сложный протокол вот про него тут есть немножко рассказ вот это совсем чуть-чуть начало только у которого есть главное отличие что вместо проводов мы пользуемся для передачи данных воздуху ну и там радио умными как обеспечить совместный доступ к одной и той же среде передачи данных чтобы грубо говоря все видели всех ну очевидно что теперь топология звезда обязана быть потому что ретранслятор так называемый вайфай . она обладает все другими свойствами чем значит вайфай клиент кстати на линуксе можно легко делать вайфай . заниматься мы этим не будем на аппаратном уровне разумеется все совсем другое в этом вашем воздухе тут как бы разговоров нет в частности можно заниматься одновременной передачей сигнала на одном и том же канале пользуя ортогональное кодирование вот эта тема о fdm же не у dfm вот идея это это гадалисти в том что мы можем делать частотную модуляцию со всплесками которые частично пересекаются друг с другом главное чтобы они были сочи в очень четких местах по времени синхронизованы тогда мы можем скажем там каждый н-ый сигнал такой всплеск выдавать одному абоненту каждый слегка n плюс 1 каждый н-ый плюс 1 второму каждой н-ый плюс 2 третьем и так далее до n абонентов включить вот как видите они могут друг другу друг на друга наезжать там есть некоторая хитрость связанная с тем как эти наезды вот эти наезды всплесков межсимольную интерференцию обрабатывать в общем хитрый сложный протокол аппаратного уровня и в общем не такой уж простой протоколу и интерфейс на уровне к нему при прилагающийся в чем еще интерес интерес стоит в том что помимо задачи вот такого доступа должна быть решена задача по авторизации защите и вот задача по авторизации защите такой чистый вай-фай который кстати можно применять в разорных сетях я видел такие вещи вот который тоже отдельно устроены у нас есть специальное шифрование у нас есть идентификатор для авторизации идентификатор точки доступа который периодически рассылает в ethernet фрейм и со словами я такая эта точка доступа хотите меня подключать ко мне вот поскольку наши пакеты короткие это фреймы они короткие нельзя большие фреймы по воздуху пускать там шума много то просто шифровать каждый фрейм это мы в какой-то момент станем подвержены атаки индексации старый старый алгоритм шифрования например веб в w ep они как раз ровно так и не работали то есть если вы шифруете короткие сообщения много-много коротких сообщений с известной структурой то потом атака на подбор ключа который вы шифрует очень простая поэтому поэтому почти сразу придумали рекеинг это когда мы обмен ключами производим последую ну по передавали с одним ключом передали следующий секрет не ключ начнем передавая с другим ключом чтобы нельзя было проиндексировать но это тоже не работало и разработали всякие хитрые протоколы шифрования авторизации которые называются в упад в пас там с номером вот вот описание этого протокола он идея состоит в том что мы шифруем сразу весь поток данных рекеинг тоже происходит вот фишка всего этого безобразие стоит в том что вы не можете просто взять и 200 2 вайфайной карточки я одна из которых . доступа другая другая значит ваша подключить друг другу его заработаете что хуже того вы не можете даже при подключении друг другу указать им пароль и у вас заработаете вам нужна программная поддержка со стороны операционной системы вот этого протокола защиты и шифрование который называется выпад в пас аплекант так называются этот программное обеспечение подликнуться в действительности в пасы при кант и от как раз сетевой термин который говорит о том что вам для установления соединения требуется до дополнительной поддержкой протоколов вот сайт этого программного продукта который называется выпасов ли кант и вот мы сейчас попробуем за оставшиеся пять минут по настроить вай фай причем на моей машине потому что в эмуляторе у нас никого вай файне для этого нам нужен суперпользователь вот тег суперпользователь андрей спрашивает чем мы будем настраивать да мы будем настраиваться с помощью и вы потому что это довольно достаточно универсальный интерфейс вот и для начала мы посмотрим что нам говорит его лист его лист нам говорит что у нас есть отличный сетевой интерфейс и под названием физический сетевой вай файный интерфейс название пх и 0 и него дохрена различных свойств вот такие протоколы шифрования он поддерживает вот такие режим работы он поддерживает вот такие скорости работы он поддерживает вот такие диапазоны частот чтобы не мешать другим он поддерживает в общем в общем овер дохрена всяких характеристик которые частично входят в интерфейсный протокол вай фай а частично входят в аппаратный протокол вот 82 один сколько там который собственно передается что мы делаем дальше дальше мы смотрим с помощью утилит которая утилиты которая почему-то называется рфкилл я забыл почему называется рфкилл это утилита для включения и для активации деактивации соответствующих сетевых устройств собственно аналог кнопочки на ноутбуках сдать их иные выключить вай фай вот у меня сейчас включен а я мог его выключить и тогда здесь нам было написано блоки тогда был сказать ему англ давайте скажем бог план 2 и в этом случае мы не сможем ничего настроить мы не сможем сказать айпи сет а пилинг естественно линк сет в ламп об потому что устройство заблочено она не включаем но сейчас включим обратно естественно надо говорить англок о вот наш вай фай готов к работе теперь надо посмотреть какие есть точки доступа в окружающей среде для этого надо сказать они для начала да посмотрим что он готов к работе и вы план 0 уже не пх и а влан 0 0 link link not connected он ничем не связан но тем не менее вот он существует ну понятно а значит он есть на ничем ничем не связан давайте попробуем с конец с кем-нибудь чтобы с кем-то с конец надо сказать и вы в 1 0 скан и у нас волна волна в 1 0 скан произойдет аппаратное сканирование окружающей среды и он нам будет огромный список различных точек доступа которые себя анонсируют в на этой комнате где я сижу давайте попробуем сделать греб сида называется нет он называется есть сида и со сайди айди да ладно да ладно где сидом называется сидом называется был прав самого начала вот вот значит название различных точек доступа которые в данный момент имеются вокруг меня вот это моя врата дарина попробуем к ней подключиться но поскольку для того чтобы не подключиться надо а кстати можно подключиться пасканить только ее нет нельзя а значит а сможем можно о поскольку к ней подключить надо а нет нельзя ну короче тут вот где-то должно быть написано что надо использовать в по-то без программы под названием в паспликант мы даже не сможем это сделать поэтому мы сейчас запустим в паспликант который будет скармливать вот этот самый ключ и вообще реализу реализовать реализовывать авторизацию защиту по протоколу в по это отдельный программный продукт сетевая карточка этого не умеет себя карточку умеет только шифра шифровать а вот это все не умеет вот значит давайте попробуем сделать так в папа сфрейс дарим он нас просит паспразу мы запишем путь паспразу и он нам создаст конфигурационный файл вот такой в котором написано что сид у нас эниндарин это комментарий а это его шестеричный код нашей паспразы который на самом деле я так подозреваю просто тупо b64 что-то в этом духе то есть люди которые видят этот конфиг файл получают доступ к вашей вайфай сети поэтому я эту пароль ввиду так чтобы вы не видели а конфиг вам показывать не буду вот надеюсь я не ошибся но пароль конечно какой пароль у врат дарим и скажи друг и входи разумеется вот и давайте теперь попробуем попробуем запустить всю вот эту штуку вот значит конфиг у нас называется эниндарин да блин вот значит что мы делаем мы запускаем сапликант в бэкграунде чтобы он нам не мешал работать с использованием драйвера обычного дело в том что некоторые сетевые карты приезжают со своими драйверами на уровне сапликанта потому что они дескать умеют какие-то а вот как раз андрей именно в этом-то и дело значит давайте ему сначала настроим эту работу потом я отвечу на этот вопрос андрей спрашивает а почему зачем нужен зачем нужны проприетарные блабы микрокодов в вай фай карточках если они все равно не шифрует сейчас расскажу значит сообразно этому конфигу надеюсь я правильно ввел пароль не буду при вас проверять сообразно этому конфигу мы запустим в пас аппликант который с помощью обычного драйвера не бывают не стандартные блабы блабятные драйвера но это самый обычный стандартный попробует заавторизоваться по вот этому вот конфигу на устройстве в ландоль давайте посмотрим тогда пароль я ввел правильно и авторизация прошла у нас карточка подключена к среде передачи данных с сидом энендарин пароль прошел она даже уже немножко обменялась с точкой доступа какими-то пакетами на скорости 1 мегабит в секунду вот но сетевая настройка естественно еще не прошла мы должны запустить допустить какой-нибудь какую-нибудь настройку сети чтобы все это работало ну скажем дхцп cd да вот но кстати не прошла на что и получается так а меня все еще видно похоже что не прошла давайте еще раз попробуем так скажите мне что у меня еще все еще видно что я себе сети из-под ног не выбил давайте я сам посмотрю да нет вроде все нормально окей очень хорошо значит я сети без под ног еще не выбил давайте прибьем этот вебас аппликант возможно я ошибся в пароле так давайте еще раз что-то заработало заработало вот раз в трассе пароль был правильно вот он получил свои настройки получил свои настройки из значит от роутера я не стал делать это руками чтобы ни с кем не связываться хотя мог наверное здесь набить просто ip адрес а из этого диапазона и все было бы хорошо и просто забыл ну вот значит тунтап мы не успели это все что я хотел сказать на сегодня с тунтапом подождем вот значит что еще домашнее задание сделаю сегодня домашнее задание будет примерно такое что мы сделали это настройка сети и два отчета андрей пожалуйста вопросы связанные с домашними заданиями выясняем в телеграм-чатике вот не в них не в прямом эфире напоминаю что завтра завтра у нас вне расписания лекция по разработке на питоне потому что ее не было вчера вчера был выходной пришлось перенести так что всех в 10 30 в расписании все это есть вот если есть какие-то еще вопросы задавайте был вопрос от андрея что за микроход вайфай микрокод вайфай если он это самое значит смотрите к сожалению реализация самого протокола вайфай вот низкоуровнево сложного проприетарная она вот там внутри на нас и на вайфай интерфейс есть код который невозможно опубликовать потому что он обмазан интеллектуальной собственностью и и прочее 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 всякие фанаты опыт хардваре делают замену вайфай протоколу но пока что это не выходит именно вайфай но пока это не выходит дальше за пруфов концепт потому что уж очень много работы уже очень много всевозможных аппаратных микро микро программных и прочих ухищрений проделана в этом стеке протоколов вайфай низкоуровневым на сегодняшний день по оптимизации и повышению надежности которые просто так воспроизвести одними усилиями комьюнити невозможно пруфов концепт есть но понятное дело что боевые вайфай это вайфай а протокол проприторный это означает что если вам нужно обновлять скажем микрокод и сетевой карточки то вам придется скачать какой-то блок с какого-то сайта и куда-то запихать так вот это все и устроено спасибо хоть драйвера по большей части свободные то есть спецификация открытая а там внутри все извините людям недоступны вот такой ответ на вопрос что за микрокод в карточках еще вопросы окей если больше вопросов нету значит мы с вами предположительно расстаемся до завтра ну предположительно с вами до завтра до 10 30 когда у нас разговор пройдет дальше про разработку на питоне вот домашку я сегодня опубликую вопросы по домашке и по тому как что-то работает или не работает обсуждаем в чатике все на этом в общем до новых встреч вот надеюсь 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 на лучшее